Вот у вас же здесь, как говорится, вот Ленин начал брать взятки, все, вот он нормальный человек оказывается, не какой-то там вот пассионарий, от которого невозможно прогнозировать. Ну такой русский нормальный человек, это тоже особая история. Так смотрите, и те, и другие хотят одного и того же, благополучия. Все действия, которые не нравятся, допустим, белым, условно говоря, это то, что им кажется может привести к разрушению уставившегося статус-кво. То есть когда все что-то имеют, кто-то снимает фильмы, кто-то издает книжки, хотелось бы больше, но вот этого нет. Нет, какая задача тогда, допустим, у вас очень много есть высказываний про роль интеллигенции, что интеллигенция должна артикулировать то, что не может сказать, условно говоря, электорат. Вот здесь получается, что она не нужна, потому что электорат ничего не хочет тогда. Правильно? Ну, знаете, мы здесь в очень смутную область, значит, забираемся социологических опросов, по которым то электорат хочет, то электорат не хочет. Так, собственно говоря... Да, вас, Ивановых, не поймешь. Да, нас, Гинзбургов, не поймешь. Абсолютно. Значит, я не знаю по поводу электората. Значит, электорат по поводу Крыма абсолютно понятен. Крым абсолютно одобрен, Крым расценен как свое. Электоратом, да, а вами? Вот вами лично, Юрия Арабовна. Значит, я сам крымчанин. Так, это ничего не значит, это не ответ. Как это? Это все значит, вы мне просто должны сейчас выписать пожизненный пропуск в вашу студию. Я сам крымчанин, поэтому я, значит, имею право об этом говорить, я знаю прекрасно, что там происходит. Так. Украина вообще, конечно, слезы. Ребята, которые захотели плохих капиталистов поменять на хороших, не понимают, что последних нет в природе. Ребята, которые положили свои жизни на Майдане, чтобы товарищ с фамилией, которую не буду называть, возглавил сейчас Украину, который задействован в большинстве коррупционных скандалов. Это было до этого известно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.